сейчас получили наставление инструктаж от нашего капитана какие есть у тебя ну во первых прикольно что у нас рация мы будем с капитаном приговориться по рации во вторых современный жилет пиротехнический надувной на меня вообще он очень сексуально по подножке подписчица будут в восторге маша иванова будет в восторге если это женщина и у тебя сколько шлюзований было в этом сезоне я точно могу сказать 18 штук 2 мы в Волховском шлюзе туда-обратно 16 на Савинском канале в общем для тебя это привычная рутинная работа не такой страх испытываешь как при первом разе это сравнимо как знакомство с девушкой очень страшно не знаешь чего ждать корму подожмите корму подожмите всегда следить за шлюзованием человек должен стоять и смотреть потому что бывает и на моей практике такое было что рим вот это вот устройство но бывает заедает лодка подвисает на тросе ну понятно что этот трос не выдержит наши 55 тонн но лодки поменьше пластиковые очень легко подвисают и переворачиваются и валют в запад я в таких случаях рекомендую всем держать при шлюзовании рядом с собой всегда нож чтобы быстро перерезать швартов либо скинуть либо скинуть просто но если у тебя получается скинуть если он если он тебя не сильно в натяжку если он натяжка как ты его скинешь то резать я резал один раз мы находимся на реке свирь это верхний свирский шлюз а он такой себе вполне симпатичный не самый какой то такой новый технологичный как я видел например на оке там белоомут когда вот все вот это выложено пластиковыми листами пластиковыми матами а здесь ну здесь нет дыр которые есть в киме канале мимонского не торчит арматура это уже радует все в принципе имеет следы такие достаточно свежих ремонтов поэтому процесс шлюзования я надеюсь здесь будет приятным не напряженным мы следим за рымом многие из нас шлюзовались в одиночку если вы помните я на своем тристане шлюзовался именно вот в этом шлюзе у меня есть видео на моем канале где я в одиночку шлюзуюсь и это было не страшно нас отпускают сбрасывают в воду вот уже заметно как мы пошли и кстати очень хорошо что нас не заставили ждать летом когда ты идешь на маломерки с большей степенью вероятности ты будешь ожидать большого флота маломерок одних не шлюзует но сейчас уже видимо сезон закончен транзита мало и мы большие поэтому нас сразу запустили мы не ждали ни минуты мы прямо не снижая хода зашли в шлюзы и начали процесс шлюзования Сергей а как шлюзование в Финляндии происходит? происходит к примеру так же по огня зеленок загорается ты заходишь но в самом начале нужно вызвать сказать Simon Channel Officer This is Motor Vessel там вот такое-то название и объявить что ты ready по началу канал я же забыл по долу шлюзов в Финляндии тоже бесплатно шлюзование? да в Финляндии тоже бесплатно там есть процесс ожидания шлюзования? да там что тебя могут ждать поставить из большого там есть очень хорошие причальные стенки перед каждым шлюзом с барами? без баров но с хорошими удобными швартовками вообще в итоге канала там как минимум три я видел причала совершенно бесплатные где можно просто заширтоваться и заночевать и никто тебя не будет не мучить не сауны не сауны просто нормальные хорошие причалы и стенки там все отштукатурены то есть вот такого там кабинета вот эта история у них один всего лишь человек шлизует все 8 шлюзов и он за всем процессом на камеру наблюдает вот поэтому можно сказать максимальная автортизация у нас кранец поднялся впереди на мой взгляд все повреждения кранцов от визуальной затертости они все от шлюзов получаются 100% ни одной такой причиной стенки нет где ты можешь так разнодриваться расцарапать вообще у кранцев есть две вероятности покинуть своего владельца это быть потерянным где-то и второе это быть порванным в шлюзе и конечно же в шлюзе кранцы всегда пачкаются царапаются блин там здесь шизоваться там смотри блин там ждет стекло уютной теплые каюты ну вот здесь какие просто грот кто-то такое реализует в сауну здесь это за бессплата это как то есть это за бессплата это непонятно здесь это за бессплата это не это не Мы окончили шлюзование. Сейчас капитан говорит в рацию, что навигация заканчивается, что он желает поздравлять с успешным окончанием навигации, что шлюза закрывает по 27-го числа, что в этом году мы уже не увидимся и до следующего года. Всем спасибо, все свободны.